Наваг назвал транзит газа через Украину самым дорогим маршрутом. На сегодняшний день поставки российского газа через территорию Украины это самый дорогой способ транспортировки голубого топлива в Европу. Тариф на прокачку по этому направлению в 2,5 раза выше, чем, например, по Северному потоку или Трубе и Мал-Европа. Если Украина действительно желает продлить контракт на транзит, то пора задуматься над экономической привлекательностью маршрута через ее территорию. Ведь России нужен конкурентный тариф на прокачку и, что немаловажно, урегулирование всех судебных споров между Газпромом и Нафтогазом. Александр Наваг. Несмотря на угрозы США, Северный поток-2 строится по графику. Фото. Сергей Бабыльев-Слештас. Такую позицию российской стороны в отношении украинского транзита высказал 26 февраля министр энергетики РФ Александр Наваг. Он, как и глава Газпрома Алексей Миллер, неоднократно приводил эти аргументы во время встречи с украинскими коллегами и представителями Еврокомиссии на трехсторонних переговорах. Украинский Нафтогаз отвергал выполнение этих условий, но позиция Москвы не поменялась. Минус. Немецкий бизнес открыто поддержал Северный поток-2. По заверениям Александра Навага, на фоне постепенного роста спроса на газ со стороны европейских потребителей украинский маршрут все же может быть сохранен даже при запуске всех строящихся газопроводов в обход Украины Турецкого потока и Северного потока-2. Но вот объемы прокачки будут зависеть не только от договоренностей Москвы и Киева, но и от конкретных запросов Европы. Чем отличается газотранспортная инфраструктура как вид деятельности по транспортировке газа от других видов деятельности? Ничем. Должны использоваться наиболее эффективные, конкурентноспособные маршруты, создающие возможность экономить, в первую очередь, потребителю. И создавать все условия для неувеличения расходов на закупку газа из транспортных расходов, пояснил Александр Наваг, отвечая на вопросы журналистов и населения в ходе онлайн-интервью газете.ру. Украинская газотранспортная система, по оценкам министра, находится в достаточно изношенном состоянии и требует просто огромных вложений миллиардов евро. «Какой смысл использовать «Жигули», если у вас есть современный автомобиль? Лада, например, если не говорить о каких-то иностранных моделях», объяснил Александр Наваг преимущество других маршрутов. Откровенное непонимание у министра вызывает позиции не только Украины, но и восточноевропейских стран, которые хотят любыми силами сохранить украинский транзит на максимальном уровне. Представьте, вам предложили, допустим, поехать из Москвы в Петербург. «Вы хотите через 4 часа на Сэпсане уже добраться?» «А вам бы сказали, нет, вы не можете ехать, потому что вы должны использовать старую железнодорожную инфраструктуру, старый локомотив, старые вагоны. Вот езжайте, пожалуйста, по ним, по-другому вы не можете». «Но это просто нонсенс какой тот, на самом деле», — привел пример Наваг. Минус. Оператор «Северного потока-2» построил более половины газопровода. В помощь приходят США, которые, цинично заставляя послов во многих европейских странах просто давить по внешним экономическим каналам, шантажируя другие страны по разным направлениям, хотят поставлять в Европу свой жиженный природный газ. Несмотря на то, что министр энергетики США Рик Пере во время встречи с Наваком в прошлом году отрицал такие мотивы Вашингтона, большинство аналитиков считают, что интерес в поставках СПГ в Европу и у США все же есть. К ужесточению газовой директивы третьего энергопакета Евросоюза Александр Навак относится несколько спокойнее, полагая, что строительству газопровода «Северный поток-2» это не угрожает. По его словам, проект, против которого направлена жесткая версия газовой директивы, строится по графику, даже сейчас, пока мы с вами разговариваем, в день укладывается по 5-6 километров. На сегодняшний день уже более 700 километров из 2100 километров трубы уложено. Это около 30%. У российской стороны насчет газовой директивы было одно требование и юридическое понимание, чтобы любые поправки были ограничены европейской юрисдикцией. Текущую версию проекта министр называет более мягкой, но окончательных оценок ей не дает. Экономика отрасли нефтегазправительства Минэнергия газопровод «Северный поток-2» переговоры с Украиной по газу.